В эфире программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В области представили интерактивную карту свалок. Тем временем Рязань продолжает утопать в мусоре и пешеходы нарушают правила в два раза чаще водителей. В Рязани начала работу интерактивная карта свалок. Проект Овчероссийского народного фронта к генеральным уборкам приурочен к году экологии. С помощью такой карты любой человек может рассказать о скоплении мусора в его дворе или в любом другом месте. Достаточно сделать фото или снять видео и заполнить форму на сайте проекта. О том, как работает система и кому впоследствии придется убирать мусор в сюжете Галины Ершовой. Свалки около домов, мусор в парках и пакеты, которые не забирают с собой путешественники. Теперь бороться с ними будет проще. Ведь в Рязани начала работа интерактивная карта свалок. Она охватывает всю Россию, а рязанским фрагментом будут заниматься местные активисты. Проект сделан на базе Яндекс.Карт и помочь в его развитии может каждый. Достаточно найти на сайт картосвалок.ру или картосвалок.рф, поставить метку в месте, где вы видели скопление мусора и заполнить простую форму обратной связи, указав свои контактные данные и прикрепив фото или видео подтверждение. Это, как правило, бытовой мусор или строительный. Ну или есть гораздо опаснее свалки, как у нас, например, свалка в Турлатово, где складывают в 50 метрах от верховьев листвянки, обводной канал, так называемый, это фактически листвянка, ядохимикаты второго класса опасности. Сначала такая метка отправится на модерацию. Она будет серой и видимой только для администраторов. Сейчас таким цветом обозначены 34 свалки. После того, как информацию проверят, метка станет красной. Ее увидят все пользователи сети. Сейчас на карте их около 15. Желтой точкой станет, когда начнется работа по ее ликвидации. И зеленой, когда проблему устранят. То, значит, проблема решена. Либо свалка ликвидирована, и мы имеем подтверждение. Либо, если это какая-то серая свалка или серый полигон, приняты меры, виновные и наказанные. Это тоже решение вопроса. Точку можно поставить анонимно, а также включить галочку, что готов помочь в ее ликвидации. Однако убирать мусор будут не только активисты. В карте предусмотрена удобная форма взаимодействия с властью. На место будут выезжать природоохранная прокуратура и местная администрация. Это не случайно, ведь все территории в регионе, даже леса и поля, принадлежат конкретным поселениям. Кстати, многие незаконные свалки располагаются около маленьких деревень. И чем меньше людей там живет, тем больше вокруг мусора. К сожалению, из двух тысяч поселений только в 700 организован вывоз мусора. Это же все же должно оплачиваться. И стоит вопрос по экономике. Когда это завышены цифры, тех полигонов, которые выставляют и счета, конечно, жители, пенсионеры пожилые, они, в общем-то, вынуждены отказываться от этого. Такое внимание к свалкам не случайно, ведь они влияют на развитие онкологических заболеваний. Рязанская область, к сожалению, входит здесь в число лидеров. Однако сами активисты призывают не просто убирать мусор, а перерабатывать его. В городе действует несколько мусороперерабатывающих заводов, и они недозагружены. Сейчас мусор делят всего на три категории – это бумага, стекло и пластик. Раз в неделю в городе открываются пункты сбора, на которых сдать отходы могут все желающие. Если вы действительно хотите помочь в улучшении экологической ситуации в регионе, теперь у вас для этого есть все ресурсы. Мусор вообще становится глобальной проблемой города наряду с плохими дорогами. То там, то здесь регулярно появляются сообщения о том, что управляющие компании не справляются с вывозом отходов с придомовых территорий. В нашу редакцию в очередной раз поступила жалоба от отчаявшихся телезрителей, которые неоднократно обращались в ответственные организации, но безуспешно. Продолжит Анна Герцовская. По обращению граждан, наша съемочная группа выехала на место. Вот что происходит на первом совхозном проезде возле дома номер 15. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор – все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват – жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю, или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Конечно, жильцы на днях, не обнаружив контейнеры на привычном месте, по рефлексу, как собаки Павлова продолжают выкидывать мусор на землю. Привычка сильнее благоразумия. Они не хотят идти в соседние дворы несколько сот метров, чтобы выбрасывать отходы в чужие мусорные баки. В ближайшей местности мы проверили, своих контейнеров у них действительно нет. Вся эта грязная история, по словам очевидцев, началась недавно. До Нового года точно были, а после Нового года уже нет. Ну, безобразие. Ухожу здесь редко, но внимание, конечно, обращаю и в глаза бросается. Неприятно. Думаю, кто-то про что-то забыл, про свои обязанности. Ну, а жильцы, соответственно, молчат. В итоге, вот то, что видим. Рязани вся такая. Ну, отказал ЖЭО вывозить. 21. Они не вывозят. Единственный контакт, который нам удалось установить с ЖЭО номер 21, нельзя назвать нормальным диалогом. Представитель ЖЭО в телефонном разговоре вела себя грубо, неэтично и часто бросала трубки, не желая отвечать на вопросы. Приходилось перезванивать, чтобы все-таки прояснить один момент. Я не знаю. Вам десятый раз. И мы вас вообще-то не обслуживаем с 1 января. Все, до свидания. Так что, по словам представителей ЖЭО номер 21, теперь дома на первом совхозном проезде не обслуживаются этой организацией. Остальные подробности, касающиеся вывоза отходов, так и остались под завесой тайны. Жители окрестных домов живут в таком же неведении, не понимая, что им делать дальше. И кто теперь займется вывозом этих отходов, ликвидацией сосулек на крышах их домов и установкой спасительных мусорных баков. Напоследок, хотелось бы добавить, что слово «помойка» происходит от слова «помыть». То есть, что-то мыть, очистить, избавиться от грязи. Место, где дома должны очищаться от мусора, превращается в склад грязи, инфекции, прообраз антисанитарии. Ее, конечно, поддерживают сами люди и власти города. Ведь если эти дома существуют, то и ответственность за них кто-то должен нести. Не могут в городе стоять жилые дома, за которыми власти не устанавливают соответствующий контроль. Мы надеемся, что в ближайшее время городская администрация обратит внимание на данную проблему и сама назначит ответственных за уборку мусора в этом дворе. Так, в начале недели моя коллега Анна Герцовская снимала сюжет о том, что в Дашковой песочне на остановке Новоселов 54 сугробы после уборки дорог препятствуют горожанам садиться в общественный транспорт. Спустя несколько дней остановку очистили. На прошлой неделе к нам обратились жильцы поселка Турфмаш. Из-за снежных завалов им вовсе приходилось добираться до остановки по проезжей части. На следующий день и там улицу убрали. Водители привыкли думать, что только они страдают от неустанового внимания сотрудников ГАИ. Ведь в прошлом году им выписали более 5000 штрафов за то, что они не уступили дорогу пешеходам. Однако пешеходы в два раза чаще нарушают правила дорожного движения. О том, с какими сложностями они сталкиваются и почему не ведут себя правильно, расскажет Галина Ершова. Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. В любом, даже самым незначительном ДТП он рискует получить травму. Но, несмотря на это, более чем в половине всех происшествий на дороге они виноваты сами. Только в прошлом году сотрудники ГИБДД выписали почти 12 тысяч штрафов. По вине пешеходов произошло 193 ДТП. В них погибли 30 человек и 170 получили ранения. За одну смену сотрудники ГАИ фиксируют по 20-30 нарушений правил дорожного движения. Поэтому специалисты напоминают, что переходить дорогу можно только в предназначенных для этого местах. Зоной пешеходного перехода определяется зона между знаком пешеходный переход. В аббревиатуре ГОСТФЭТ 5191-5192 является зоной пешеходного перехода. Вот в этом створе пешеходы должны проходить непосредственно в этом створе. По правилам переходить дорогу можно только шагом. Светофор отрегулирован таким образом, что на один шаг человеку даются полторы-две секунды. По ГОСТу эту цифру умножают на ширину дорожного полотна и получают время горения пешеходного светофора. Однако бывают случаи, когда люди не успевают перейти дорогу на зеленый сигнал. Так нам неоднократно жаловались на перекресток Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. С этой стороны останавливаются, с той стороны никогда. Ни маршрутки, даже бывает троллейбус не останавливаются. У нас люди уже стоят, здесь мигает светофор, уже переход закрыт, а мы все еще стоим, не можем с детьми утром перейти в школу. Здесь, конечно, проблема больше в невежливости водителей. Однако отрегулировать пешеходный переход все же возможно. Чтобы ситуация изменилась, необходимо написать обращение в адрес ГИБДД. Экипаж сотрудников ГАИ выйдет на место, проанализирует ситуацию и передаст сведения в администрацию города. Мы увеличивали на 4 секунды пешеходный переход в районе остановки Дома художника, через улицу Первомайский проспект. Это было проведено в ноябре 2016 года. Но это с учетом еще зимы мы брали на скользкость. Вот в ноябре было увеличено на 4 секунды, что позволило наиболее комфортно переходить. Потому что кто-то зашел на пешеходный переход чуть позже. Нередко пешеходы нарушают правила на больших перекрестках, где люди привыкли перебегать дорогу по диагонали, чтобы не ждать следующего сигнала. Ведь средняя фаза зажигания светофоров – 90 секунд. Диагональный переход действительно возможен, но есть свои нюансы. Например, при пересечении улицы Есенина и Маяковского безопаснее все же подождать. Отдельные пешеходные фазы. То есть, что это такое? Это когда со всех сторон горит красный сигнал светофора для водителей. Там есть смещение фаз, когда один пешеходный переход заходит на другую. А так это возможно. И причем при этом даже возможно применение разметки, называя ее простым языком «Зебра», а так 1.14.1, когда она также наносится по диагонали. Пока в Рязани такой разметки нет нигде. Однако и водителям, и пешеходам стоит помнить, что если человек начал движение на зеленый сигнал светофора, то водитель обязан дождаться, когда он закончен движение. Переходите дорогу правильно, чтобы не подвергать свою жизнь лишней опасности. Рязанские водители вошли в число самых вежливых в России. Область попала в топ-10 российских регионов, где регистрируется наименьший процент штрафа водителям за непропуск пешеходов. Соответствующее исследование провел портал «Колеса». Но внимательны водители не только к пешеходам, но и друг другу. Зачастую на дорогах можно видеть картину, как автолюбители помогают друг другу подкачать колесо, делятся бензином и вытаскивают попавших снежный занос. В зимнее время и вовсе может потребоваться помощь, чтобы завести железного коня. Вот здесь есть свои нюансы. О них знает Галина Ершова. Прикуривание автомобиля – дело нехитрое и привычное. Однако даже в нем есть свои нюансы. Сначала подключается минусовая клемма, причем она накидывается на минус с аккумулятора заведенного соседнего автомобиля. А в вашей машине лучше расположить его как можно ближе к зажиганию. Это уменьшит сопротивление и вероятность завестись серьезно возрастет. Когда подключаете плюсовую клемму, внимательно следите за ее состоянием. Смотрите внимательно за нагрузками в соседней машине. Если вы увидите, что нагрузка слишком велика, или, допустим, искрообразование, когда вы соединяете клеммы слишком огромное, как пенгальский огонь или фейерверк, то лучше эти мероприятия прекратить. Это может свидетельствовать о замыкании внутри аккумулятора. Дело в том, что зажигание – это большая нагрузка на аккумулятор. И чтобы соседняя машина не пострадала и не растеряла заряд раньше времени, после накидывания проводов немного подождите. Рабочий генератор должен зарядить ваш аккумулятор. На это уйдет около пяти или десяти минут. Затем потихоньку запускайте приборы. Включите, допустим, дальний свет, прогрейте, заставьте химическую реакцию начаться более интенсивно, чтобы аккумулятор выдавал свои пусковые токи. Если вы видите, что, допустим, стартер крутит, а машина не завелась с первого раза, не пытайтесь крутить до конца стартера. То есть до талого, как у нас некоторые говорят. Остановитесь на некоторое время, прекратите вращение стартером, пускай двигатель немножко постоит и тут же еще раз попробуйте. Благодаря этим нехитрым приемам вы намного быстрее сможете справиться с разрядившимся аккумулятором. А значит, у вас останется больше времени на приятную поездку. В главном парке города уже несколько лет стоит памятник грибам с глазами – персонажам известной поговорки, которые стали фольклорным символом Рязани. Тем не менее, откуда пошла эта поговорка и почему глаза у грибов только в нашем городе знают далеко не все, напомнит об этом Валерий Седов. У нас в Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят. Почти все жители нашего города слышали эту пословицу. И это неудивительно, ведь грибы с глазами стали одним из самых необычных и в то же время узнаваемых символов города. Во всех сувенирных магазинах есть стенд, посвященный этой тематике. Магниты, копилки, футболки и даже кружки практически ежедневно покупают десятки туристов. Неудивительно, что в Рязани существует и памятник этому символу. Именно здесь, в Нижнегородских садах, где располагается столь необычный памятник. Почти у всех туристов есть фотографии рядом с ним. Но на вопрос, почему именно грибы с глазами обрели такую популярность и как они связаны с Рязанью, смогут ответить далеко не все. Именно Рязанское княжество первым принимало удары татаро-монгольского нашествия. Несколько веков назад Рязанское княжество было пограничным. Восточнее простирались степи, являющиеся источником постоянной угрозы. На восточной границе, в Шишерском лесу, находилась княжеская пограничная охрана, которая определяла угрозу по грибам, в том числе. Местные жители в лес не ходили, поэтому сбитые грибы расценивались как признак чужеродного вторжения. Наряду с этой версией также существует и другая, лингвистическая. Вероятнее всего, здесь пародируется одна из основных особенностей Рязанского говора – яконья. Не случайно поэтому и существует такой вариант этой фразы. В Рязани грибы с глазами, их ядят, они глядят. Какая из этих версий имеет место быть, каждый пусть решает для себя сам. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok